Всем привет, друзья! Вы на канале Роза от Сережи. Сегодня у нас с вами необычное видео, поэтому я сразу же прошу вас поставить лайк, обязательно подписаться на канал, те, кто еще не подписан, а также потихонечку, помаленечку начинать уже распространять все наши видео, продвигать, делиться красотой, не жадничайте. Также у кого есть желание и возможность, тот может поддержать наш молодой, динамично развивающийся канал и стать нашим спонсором. Да, Катя? Да. Привет! Привет! В общем, вы уже заметили, что Ирины Федоровны сегодня нету с нами. К нам вернулась Катюша, давно не было ее на канале, хотя мы говорили, что она будет там периодически появляться, но все не складывалось у нас, не попадали мы в одну смену рабочую, получается, и вот сегодня у нас все случилось, все произошло, и мы встретились, и поэтому получилось это видео. Расскажи нам, пожалуйста, Катя, что ты делаешь сейчас? Собираю очаровательный букетик, нежных тонах, из штучной розы, гвоздички, кустовой розочки, мотеолы и эрингеума. Прекрасно. Так, колючка. Колючка. А гвоздико это тоже будет? Да, пусть я сейчас конца достану. Ага, ясно. Группками. А что у нас это самое по упаковке будет? Это круглый букет или не круглый? Предположительно круглый. Предположительно, отлично. Подписчики, потому что скучают у нас по круглой форме, видишь, и о бинго, все случилось, и даже будет у нас букет круглый, поэтому, друзья, обязательно, обязательно лайк, а я по старой доброй традиции прочитаю несколько комментариев ваших, не будем отвлекать Катюшу от процесса. И начнем. И начнем, пишет нам Мината. Мината пишет нам Сергей. А у вас было или есть желание сняться в кино? Вы очень артистичны. Ирина, у вас тоже, мне кажется, легка на подъем замутить чего-нибудь. Спасибо, Мината. Когда-то, наверное, и было такое желание в молодости, но... Всему свое время? Всему свое время. Ты рассказывал подписчикам, что ты там написал книгу или перевел? Нет, я еще не рассказывал про свои книжные подвиги подписчикам. Может быть, когда-нибудь расскажу. То есть, уже у меня была своя редакция книжная, видите, я выпустил целые две книги. До кинематографа мы еще пока не добрались, этому все-таки нужно учиться, это большой труд, профессия целая, поэтому возможно, возможно, мы и здесь появимся. Но пока, пока нет. Спасибо большое за похвалу. Похвалу. Вот. И передаем вам привет Мината. Далее нам пишет Наталья Малкова. Класс, сразу видно, что работает профессионал. Спасибо, Наталья. Лариса Ютыева пишет нам. Добрый день. Почем у вас Алиса Эустома? Вот вопрос. Лариса. На каждой неделе по-разному. В основном около 18-20 рублей. А сегодня? А сегодня я еще не смотрела. Ну, около 18-20 рублей, да, должно быть? Да ладно уже, ну что, что? Да, где-то Катя говорит. Понятно. Елена Бугаева пишет, что Джульетта самая красивая роза. Катя, ты согласна с Еленой Бугаевой? Да, это одна из самых красивых роз. Да, тебе тоже нравится? Ножная, одна из самых красивых. А какие тебе еще нравятся? Ну, ей всем нравится. Ну, Джульетту я люблю. Что, я люблю из классических фондроилов, порционные у нас в холодильнике. Мне нравится. Это классическая, считается. Санцов-парк. Так, короче, ты все перечисляешь, просто все тебе, тебе просто нравится цветы. Мне просто нравится нежные цветочки. Понятно. Так, Ирина Мурадшина. Наша начальница тоже недавно открыла для себя мир красок для покраски цветов. Что только не покрасила. Витрина у нас а-ля Деревня Стайл с этой шелестящей упаковкой. И теперь еще страшная покрашенная хоризонтема розы убожества. Какие страшные. Ну, видно, видно, Ирине не очень нравятся крашеные цветы. Ну, возможно, не такой профессионал, как я, красил цветы. Получилось не очень. Ну, что сказать, тебе нравятся крашеные цветы? Не очень. Не очень, но только твои нравятся. Только мои, отлично, прекрасно. Все, в общем, смотрите правильную покраску у нас на канале. Спасибо за комментарий большой. Далее, Ната Найл нам пишет. Композиция огонь. Спасибо. Это так мило. Спасибо за обратную связь. Очень приятно общаться с людьми, живущими в другой стране, хотя бы посредством видео и комментариев. А в интересное время живем. Соглашусь, здесь Ната с вами очень интересное время. И дальше продолжаются ее комментарии. Я тоже учусь по вашим видео. Восхищаюсь, как Ирина ловко все делает. Около месяца назад пришла продавцом в магазин цветов. Никогда не буду, что буду постигать азы флористики. Сама мастер маникюра. Продолжайте. Не оставляйте нас. Какой милый комментарий. Благодарю вас, Ната. Мы, конечно же, вас не оставим. Если вы будете ставить лайки, то 100% не оставим. А так примерно 95% что не оставим. 5% что оставим, если не будете ставить лайки. Вот. И спасибо, что вы нам пишете. Не забывайте. Надеюсь, вам понравится и упаковка от Катюши. И вы у нее чему-нибудь научитесь. Благодарю. С.Л. пишет. Какой герой сам в рванье, а милые подарки делает? Действительно. С.Л. Шортики мои рванные не понравились. А там. Я просто выходил из двери в ванных шортах. И она говорит. Какой я герой. Что дарю подарки, цветы. А сам хожу в рванье подниму. Так. Наталья Белка пишет, что мы юмористы. Спасибо, Наталья. Наталья Заварохина пишет нам. Сергей и Ирина, привет вам из Новосибирска. Когда вы не в салоне, то кто там? Или вы его просто закрываете? То я тут. То я тут. Прекрасный ответ. Вот Катя. Мы не закрываем салон. Он у нас работает постоянно. Поэтому какие дела. Ирина Вернигора пишет нам. Чем больше трогать лепестки руками, тем больше они вянут. Это правда? Трогать лепестки нельзя, да. Но если уже прикасаться, надо очень аккуратненько и мягко, чтобы не сжать цветочек. То есть, теоретически, французская роза должна меньше стоять по итогу, да? Если правильно выберем, то он нормально тоже прострее, но чуть-чуть меньше. Ясно. Так, Наталья Асылова нам тут поясняет, что такое полибаст. Ты знаешь, что такое полибаст? Не знаешь? Иначе можно назвать шпагатом для цветов. Он бывает внутри металлическим. Я еще не пользовалась таким. Не слышала? Я пользовалась, но я не слышала. Так вот это рафия. Нет, рафия. Полибаст – это прочная, очень полиэтиленовая нить. Очень прочная, не разрезает стебли цветов. Короче, фирма Оазис. 500 метров зеленого цвета. Не видела? Или только слышала? Я пробовала, я пользовалась. А, ты пользовалась? Я просто знала, что она называется. Ну, все равно удобнее. Ставь или беда, напрямую ленту завязывать. Отлично, прекрасно. Ого. Какой букетик. Уже готово, что ли? Да. Ну, и что, как тебе? Уже готово. Ну, да? Нежный букетик с добавлением и рингом. Мне нравится, что он такой нежненький, и тут такие колючки. Класс. Ах, ты показываешь. Понятно. И он кругленький, и еще и упакован фламирант. Мы тут в последнее время упаковываем фламирант, пожалуйста. Друзья, все, видео заканчивается. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой букетик, такой вариант. И ставьте как много больше лайков, чтобы Катя у нас появилась еще раз на канале обязательно. Все, пока.